Так, я начал запись. Всё, всем привет. Зачем я сказал, что начал запись, я не знаю. Я к этому не готовился. Если получится не очень, то извиняйте. Сегодня и для каждого своё сегодня, кто смотрит, когда... кто когда смотрит. Будем поднимать очень важные темы про будущее Дефрага, про грядущие турниры, про квалификации. Записываем мы это всё на стриме. Кто-то смотрит сейчас, кто-то может пересмотреть. Если что-то кому-то будет непонятно во время моих монологов, так скажем, а после и диалогов, пишите в чате свои вопросы. Я буду договаривать, собственно, мысль и отвечать на них. В общем-то, первое. Это, наконец-то, будет всё-таки перед Новым Годом у нас дуэльный кап. Будет называться он, собственно, как написано на картинке. Дефраг дуэль кап. Суть его будет, собственно, из названия будет понятно, что это один на один турнирчик. Картинку сделал Форестахе, если его кто-то знает. Большое ему спасибо за это. И это просто как образец. Выглядеть с образами в атаке игроков это, конечно, не будет. Объясню, почему куз, допустим, такой. Потому что он там любит группу Бегемот, слушает тяжёлую музыку и там всё такое. А Маскаль очень много знает теории. Типа ботаник. И, ну, очень классно. Типа груша. Никакой рекламы. Вот. Выглядит, картинка будет примерно так же. Собственно, ближе к делу. Дефраг дуэль кап. Сетка будет... Ссылка на сетку будет в описании. Схема проведения будет следующая. Будет 8 пар. И, следовательно, 16 игроков. Проходить будет за 2 дня. Суббота-воскресенье. Мы потом подберём примерно эти 2 дня. И, ну, в анонсе ближе там к делу всё расскажем. Пока, чтобы просто вы имели в виду. И до конца года ещё есть время, чтобы вы, возможно, потренировались. Потому что, ну, бы нам на турнире не нужны. Собственно, они и не пройдут. Об этом позже расскажу. В общем-то, первый день. Будет 1 восьмая и 1 четвёртая. Я читаю всё, что примерно с листа, чтобы ничего не забыть. Будет 1 восьмая и 1 четвёртая. Проходить будут по системе Best of One. То есть, по одной карте. 15 минут на карту. Суммарно 1 восьмая будет проходить 120 минут. 1 четвёртая будет проходить 60 минут. Второй день будет полуфинал-финал. Полуфинал у нас идёт тоже Best of One, но даётся 30 минут на карту. Объясню потом, почему так мало времени. Даётся 30 минут на карту. Суммарно 60 минут. И гранд-финал играется по трём картам. В Best of Three, стало быть, 30 минут на карту. И суммарно будет 90 минут. В лучшем случае, если все три карты, собственно, играются. Про карты для турнира. Всего будет новых. Всего будет... Или как? А, нет. Всего. Всего будет 3... Так, сорян. Всего будет 6 карт. Две. Это 1 четвёртая и 1 восьмая. Собственно, чтобы все игроки были в равных условиях, естественно, 1 восьмая для всех одна карта. 1 четвёртая также для всех одна карта. Так, карты будут известны для 1 восьмой, 1 четвёртой и для полуфинала. Карты будут известны заранее. Список будет выдаваться вместе с анонсом официальным конкретно уже турнира. Список будет, как бы, ну, грубо говоря, в рандомном порядке, не в таком порядке, в каком будут эти карты, типа 1 восьмая, 1 четвёртая, полуфинала. А просто, ну, в разборос как-нибудь напишем, да и всё. И будут на финал, на гранд-финал, будет сделано специально три карты новые. Собственно, суть в чём, если... Ну, пока по картам, да, суть в чём. А, ну, конкретнее, поподробнее. 1 восьмая будет стрейф, карта. Возможно, немного пушек. Ну, там, как обычно бывает, пара ракет, может где-то подняться по стене разок, ну, такое, простенькое. 1 восьмая, это будет либо комбо, либо чисто с одним оружием. Это либо плазморан будет, либо с гранатами какая-то карта, либо комбо. Полуфинал точно, точно, точно то же самое. Либо плазморан, либо рокетран, либо комбо, либо там, может быть, стрейф какой-то жёсткий найдёт, да, ну, с кнопками, допустим. Эти карты все будут заранее известны. Эти карты в открытом доступе. Эти карты есть все на зеркале. Их, возможно, кто-то уже играл, кто-то не играл. Гранд-финал, как я говорил, будет по трем картам. Первая карта будет стрейф. Отдельно сделана и релизнута только в день проведения. Точнее, ближе к вечеру. Ну, точнее, всё будет проходить на выделенном сервере. И на этом сервере они уже будут, эти карты. Мы, естественно, запаролим выделенные серверы, оба сервера. Проходить это будет примерно, а, ну, да скажу по картам. Первая будет стрейф, вторая сингл в япон комбо, точно так же, как, допустим, полуфинал. И третья это будет конкретно комбо. Проходить это будет примерно так. По одному игроку, так как это дуэльный кап, у нас есть два выделенных сервера. Запускаем на них, на запароленные сервера. Так, я проверю запись. Да, идёт. На запароленные сервера. Запускаем по одному человеку. Карты известны за неделю, примерно. Ну, там, посмотрим. Неделя, дни 10, я так думаю. Три карты, которые будут, всем известны, будут известны за неделю, либо дни 10. То есть, у вас есть возможность конкретно найти на них роуты, задрочить, будем говорить прямым языком. Можно успеть сделать всё на них. И, соответственно, на финал будут карты, которые никто не знает. Здесь уже примерно по принципу онлайн капа, только жёстче. Если в онлайн капе были карты зеркала Q3DF и карты, которые как бы могли люди знать, то здесь будут карты, которые никто не знает. Собственно, если какие-то вопросы есть, вы сразу пишите в чат, если у меня чат не сдох. Я буду сразу на них отвечать по картам. По картам вроде бы всё. Если я что-то ещё вспомню, я доскажу. Так. Далее. Особенности турнира. Ну, у меня так помечено, как помечено, я так и буду говорить. Не буду от себя там лишнее, от себя тянуть, тянуть. ЦПМ или ВК-3? Главный вопрос. Так, сейчас в чат себе открою, то у меня на телефоне зависло. Нет, вроде всё хорошо. Сейчас я по-другому открою. ЦПМ или ВК-3? Решаться это будет, опять же, во время анонса. Сейчас я себе твитну. Решаться это будет конкретно во время анонса. Упс. Ну, давайте я вам пока рассказываю. Всё, я картинку показал. Давайте я вам запущу. Так, чтобы было. Сам буду смотреть сюда. ЦПМ либо ВК-3. Физика будет выбираться следующим образом. Мы запускаем голосование во время анонса турнира. И у вас будет примерно там пару дней, чтобы выбрать. Будете голосовать сами выбирать физику. Либо ЦПМ, либо ВК-3. Очевидно, ну, нам очевидно, с нашей стороны, что примерно будет... Я не могу весь стрим смотреть, либо давай модерку и забей. Окей. С нашей стороны очевидно, что выберут ЦПМ, потому что ЦПМ сейчас самая играбельная физика. В ВК-3 она посложнее, потехничнее. В ВК-3 мало кто сейчас играет. ВК-3 очень мало. Следовательно, мы думаем, что будет ЦПМ. Но, если... Если выбирают, допустим, ЦПМ, следующий дуэльный турнир мы делать будем конкретно по ВК-3. Чтобы, ну, такие пропорции были равные у нас. Если выбирают ВК-3, естественно, следующее делаем по ЦПМ. Карты будут отобраны примерно под средний скилл. И, ну, на самом дуэльном турнире будут... Будут жесткие, я так скажу. Ну, будут... Могут встретиться вам жесткие. Это что касается физик. Если... А, ну и если количество голосов будет равное для ЦПМ или ВК-3, будет использоваться какой-нибудь рандомайзер, рулетка, либо что-то еще. Так, я сделаю потише, да, наверное? Немножко. Так, чтобы совсем на фоне там... Упс. А, вот так нормально. Итак. ТРы, овербалнсы, рандомные обы, лоуджампы, все что угодно. Все это разрешено. Делается это для чего? Для зрелищности. Допустим, карта имеет ТР. Почему бы не использовать этот таймрисет? Почему бы не использовать какой-нибудь рандомный оп, который вдруг... Ну, типа не рандомный, а какой-нибудь сложный, да? Сложный выполняемый. Рандомный, который выбивается, но с периодичностью там в 50-40%. Почему нет? Все это можно юзать. Там, возьмите бфагу, квад на финише. Вернитесь на старт и пройдите так. Так, ваша задача... Не-не-нет, Кенекс. Вот, ну вот, Кенекс спрашивает. То есть, получается, я задрачиваю кутри, а потом херак, и буду играть в СПМ. Нет, еще раз повторяю. Физика выбирается в первые пару дней после анонса. Точнее, ну, даже в первый день, скорее всего, чтобы лишнего игрокам как бы не затрачивать в определенной физике. То есть, мы даем карты, делаем анонс, и тут же у нас голосование за физику. Либо вообще заранее запустим это голосование, еще не... Чтобы люди не знали, какие карты. Это будет даже интереснее. И потом уже конкретно в анонсе напишем, что вот, проведено голосование в СПМ, либо в АКУ-3 и так далее. В общем-то, все разрешено. На стрейф-картах, где отсутствуют обы... Ну, естественно, запрещено СВЧИЦ. Один. На всех картах, где присутствуют обы, без которых нельзя пройти... Ну да, пропускать СПМ. Тебе для начала надо отобраться на этот турнир Кенекс. Я попозже об этом расскажу. В общем-то, на стрейф, конкретно на стрейф-картах, где нету обов, без которых нельзя пройти карту, обы выключаются. Чтобы не было... Ну, полного рандома, чтобы не было. Допустим, какой-то лоу-джамп на рампе, чтобы рампа стабильно ловилась там и так далее, и так далее. Ну, то есть, кто в теме, как бы тот шарит, тот знает. Собственно, рандомные обы на стрейф-картах полностью выключаются. На Виапонт-картах, на комбо, сингл, Виапонт, разрешены все виды обов. Там, рандомный сроки джампа, на определенной высоте с плазмы. Если вы это задрочили за неделю до турнира, почему вам этого не использовать? Дальше. Призовой фонд. Если у вас есть вопросы по особенностям турнира, то, что я сейчас все рассказывал, пишите в чат, не стесняйтесь, я сразу отвечу. Призовой фонд. От меня, лично, будет 2000 рублей. Будет разделяться это так. Ну, если берем только 2000. Разделяться это будет так. Первое место это 1000, второе это 500, второе. Второе место 500, третье 350 и четвертое 150. Будет награждаться топ-4 игроков. Если победитель вне территории Российской Федерации, есть кошелек Paypal. Paypal, если что. Ну, короче, найдем способ, как до вас донести деньги. Мало ли там, кто победит, какой-нибудь бас. Но мы его не пригласим, наверное. Или пригласим, но он не придет. В общем, это не важно и не суть сейчас. Также во время анонса мы либо зарегистрируем, либо мой кошелек переназовем просто для призвового фонда на дуэльный турнир. И вы сможете лично пополнить этот призвой фон, если захотите. Чтобы, типа, куража было больше, чтобы призвой фон стал выше. Но изначально я даю 2000 на это все дело. С призовым вроде все. Про отборочные. Самое главное. Как попасть на этот турнир? Будет до нового года, будет два онлайн капа по обоим физикам. Топ-3 игроков с этих онлайн капов будут... Карты атаком будут никому неизвестны. Ну, Кианнекс, ну пересмотришь потом, я же все рассказал. На финал будут никому неизвестны. Так. Будет два онлайн капа по обоим физикам. ЦПМ и УК-3. С каждого капа будет отбираться по три человека. Итого как бы шесть. С обоих физик. Игроки более-менее универсальны сейчас, поэтому было решено так. Ты взялся на уровень. Спасибо, Шериф. Призовой фонд от Шерифа. Спасибо большое, Шериф. Так, запомнили. 555 рублей от Шерифа. Так, надо записать куда-то. Шериф, напиши мне в это... В личку, чтобы я не забыл. И, в общем-то, с онлайн капов... Ознакомиться с онлайн каповым вы можете в записях на YouTube-канале. С онлайн капов будет отобрано шесть игроков. Это с ЦПМ и УК-3. Родж Дезерт. Далее. Топ-шесть игроков с обоих физик. С ЦПМ и УК-3. Будет отобрано с мультикапа. Вот, который недавно закончился мультикап по кланвар картам. Будет проведено нечто похожее. Не знаю, до онлайн капов или после. Это, в принципе, не так важно. Но с них будет отобрано топ-шесть игроков. С обоих физик также. И будут специально приглашены четыре игрока. То есть, будут некоторые инвайты. И, ну, допустим, я хочу пригласить конкретно там Романа, да. Но мы будем совещаться на эту тему. У нас еще нету людей, которых мы хотели бы конкретно пригласить. Точнее, есть. Но пока только в задумках. Допустим, вот я Роману Жану хочу. Привет, Несте. Я хочу, допустим, отдать Роману. Там, Энтера пригласить, чтобы он точно, да. Им не обязательно, кто будет приглашен. Это будет, естественно, оглашено для всех. Либо втайне сохраним. Не знаю, мы там тоже подумаем. Им, в принципе, приглашенным будет не обязательно играть в этих квалификациях. Но на их усмотрение, собственно. Итого будет 16 человек. Итого 8 пар. Привет, ЦПМ. Вот. Будут такие квалификации. Итак, еще раз кратко о квалификациях. Два онлайн капа. ЦПМ и ВКУ-3. С каждого онлайн капа отбирается по 3 человека. Мульти кап, который подобный тому, что прошел по 4 картам на месяц. С него будет одобрено 6 игроков. С обоих физик и ЦПМ и ВКУ-3. И специально приглашенные 4 игрока. Итого 16. Вот. Еще дополнительное я могу сказать. В принципе, все. В принципе, все. По системе проведения. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите либо в комментариях, я отвечаю почти сразу же. Ну, либо там в течение дня, да. Либо пишите сейчас в чат, я сразу отвечу. Конкретно по... Что я хотел еще до сказать. А, ну и если игроки будут повторяться. А, вот да, Маскаль, молодец. Спасибо большое, ты напомнил. Еще дополнительно. Будут также к регистрации, как бы в очередь, будут там, ну, какой-то стэк игроков еще будет. То есть, это будет сделано для того... Ну, мы конкретно договоримся с людьми, которые не прошли, допустим, квалификации. Вот в онлайн-капе они топ-4, допустим. Но им бы очень хотелось. Мы их запускаем в регистрационную, как бы, в регистрационную сетку. Но они отправляются в очередь. Это будет сделано для того, чтобы... Либо, вот как сказал Маскаль, игрок повторяется ЦПМ в ВКУ-3. Занял в обоих физиках хорошее место. Либо, если игрок отсутствует на турнире. Если вы прошли квалификации, и вы не являетесь на турнир по истечению 10 минут на вашу дуэль конкретно, то вы, как бы, дисквалифицируетесь. Естественно, вам дается техлус. От этого никуда не деться. Если вы пришли, там, на 11-ю минуту, уже сорян. Ну, типа, нет, если... Окей, на 11-ю, там, до 15-и минут, грубо говоря, мы и протянем. Но будем жесткие. Потому что, если вы не захотели вовремя явиться на турнир, а примерно начинаться будет... Ну, я ориентировочно, чтобы по времени всем устраивало, так, как будет на выходных. Будет проводиться вечером, там, после 6-и по Москве. Ну, где-то так. Так, если вы, как бы, не дорожите своим местом, почему бы нам не запустить на эту дуэль, кроме, ну, помимо вас, того, кто реально хочет участвовать. Собственно, я думаю, все логично. Так, это все рассказал. Давай, давайте еще вопросы. Минутку буквально жду вопросы, даже поменьше. И дополнительно, как бонусом, расскажу про разработку... Точнее, не я расскажу, а специальный гость. Special guest. Шериф, который уже задонатил нам 555 на... На призовой фонд, то есть уже 2555. Вот. Просто Ильяк, допустим, говорил в РСТХ, кто картинку сделал. Он говорил, что ему непонятно какие-то моменты. И я, собственно... Я не думал, что я буду это видео делать, но решил сделать, чтобы всем все, как бы, разъяснить. Что за мув? Ссылка... Мувик. Ссылка на него будет в описании. Это HolyDriverMutil4You, да. Ну, вот... Ссылку на него оставлю в описании, либо в комментариях, если мало ли кто захочет посмотреть. Вот. И, собственно... Ну, все тогда, да. Если вопросов нету... Чир. Если, собственно, вопросов нету, тогда давайте перейдем к обсуждению DeFrag 2.0. Шериф уже ждет. Так, привет. Привет. Ура, стрим, ток 7, привет. И, в общем-то, да, давай, что у нас по DeFrag 2.0, в принципе, есть. Да, если коротко, привет, чат, привет всем, кто смотрит записи. Небольшая информация по DeFrag 2.0, что там будет, как и так далее. Потихонечку происходит разработка, движок под разработку Unity, потому что он наиболее дружественный для того, чтобы там множество разных людей, не очень скилловых, например, могло что-то делать. Делать свои моды, делать свои карты, делать свои какие-то, может быть, оружия, какие-то еще вещи. То есть, основным критерием была популярность и минимальный порог вхождения. Ну и технически достаточно для того, чтобы там реализовать какие-то вещи. Ну, чтобы, да, чтобы комьюнити активно участвовал, могло участвовать активно. Да, чтобы комьюнити участвовал. Потому что, в принципе, ну, основной залог успешности многих моментов в играх это именно комьюнити. Вот. ВРЧ? Вот это все. Не, ну, можно привести пример, почему нет, так там, как бы, ну, тебе... Как пример, да, да хотя бы тот самый Гаррис мод. Вот, да. Не Unreal, потому что Unreal достаточно требовательный именно к качеству разработки, к, ну, к скилу, ко всему остальному. То есть, так просто вот что-то сделать на Unreal гораздо сложнее, чем сделать на Unity. Поэтому, в принципе, вот. Понятно, что, конечно, один в один все точно передать и повторить не получится, да, это, в принципе, особо и не надо. То есть, будут какие-то погрешности, но, как бы, уже многократно, скажем так, были воспроизведены физики, различные варианты физики CPM на Unity. И вопрос сейчас, по большей степени, стоит, скорее, наверное, даже в лицензии. То есть, как бы, что-то... Мы пообщались со многими разработчиками по этому поводу, как бы, собрали инфы достаточно. И, во-первых, сейчас все еще нет подходящих исходников по CPM. То есть, именно нормальный дефрагный CPM, чтобы он работал как надо. А, во-вторых, сейчас, как бы, стоит вопрос с лицензией. То есть, лицензия движка кваки, понятно, она бесплатная и свободная. Но, допустим, лицензия какой-нибудь CPM физики, за нее просто могут, например, прикрыть... Если, допустим, у человека GitHub, то тогда вообще могут засудить человека за то, что он использует это дело, или прикрыть его аккаунт. Ну, мы будем, наверное, свое воссоздавать, да? Это тогда не будет, в принципе. Как бы, надо будет с этим вопросом взборочиться подробнее. В принципе, сейчас, по-хорошему, именно в это все упирается. Потому что импортировать карты на Unity, мы импортировали даже тупо карты с дефрагом практически напрямую. То есть, понятно, что там текстуру надо все переназначать, да? Но материалы, разбивку помешиваем, побрашиваем, то есть, как вы это называете. Вот это вот все актуально. Ну и плюс, конечно, инструментарий, в данном случае, совсем другой. То есть, если сравнивать, допустим, даже Unity, это не самый лучший движок, но если даже ее сравнивать с Радиантом, то это, конечно, небо-земля. То есть, это как каменный топор с какими-то, скаточным лазерным способами. Вот. И можно сделать очень много всего интересного, очень много хороших, интересных механик. И, да, вопрос право, как раз право, вот в чате спрашивают. Про Linux ты видишь, да? Нет, я спрашиваю, вижу вопрос. Поддержка Linux? Поддержка Linux это не проблема совершенно, потому что, видите, в мультплатформе, там можно даже поддержку Android сделать. Ну, не проблема. Считай, сидишь такой, где-нибудь на работе. Распоряжение только, телефон, матку сделал там, что-нибудь. Да, да, да. Вот. Ну, то есть, вопрос в данном случае скорее в том, что просто многие моменты физики, типа тех же самых обувь, они в достаточно большой степени обеспечены тем, как движок обрабатывает в целом физику. То есть, это не тупо модели, там, геометрия и там, сам код физики. Это еще и то, как движок в целом считает полигоны те же самые, там, вертекс и так далее. То есть, это вопрос, скажем так, у кваковского движка ноги растут еще где-то из далеких времен Блинфинштейна, поэтому там вот эти свои все фишки, которые используются в стрейфе, они как бы за счет этого они и работают. Но мы попробуем эти все вещи, как бы, естественно, как-то... Да, но это основная фишка, типа, там, бусты, обувь, вот это вот. Да, да, да. Мы попробуем это как-то воссоздать. Плюс это то, что можно сделать много интересных разных механик своих уже, которые, в принципе, практически невозможно воспривести на, соответственно, айдишном движке. И то, что можно легко достаточно будет добавлять собственные механики. То есть, каждый человек, допустим, может сделать не просто свою карту, а свою карту с какими-нибудь модификациями оружия, механик, там, каких-нибудь телепортов, что-нибудь еще, что человек может придумать. Вот. То есть, это все, в принципе, реально. Может, у человека какие-то вопросы есть по этому поводу? Ну, вроде, да, вроде все рассказали, да? Так, кратце пока. Тоже, что есть. Передай шерифу, скажи, что... Да, хорошо, господи, да. Вот. Уже угрозы, виждые, разработчикам. Да, уже угрозы разработчикам пошли. Значит, и будет хорошо. Игра будет open source. Геймру. Да, естественно. Ну да, а как иначе? То есть, как бы... У нас был тестовый билд, который мы купались. То есть, я там раздавала вовсе в жилую. Очень просто. Прямо на юнити можно скачать, запустить и колупаться с ним. Вот. Вопрос в том, чтобы привести это все в достаточно цивильный вид. То есть, ну, сначала, естественно, разобраться с базовой физикой. И привести в цивильный вид, чтобы, как бы, человек, который вообще в этом не шарит, мог это скачать. У него был хороший порог вхождения, чтобы у него были карты, с которых он может начать. Чтобы он мог разобраться, там, с триксами, с теми или иными, там, с движением, с прыжками и со всем остальным. Да, то есть, будет, мы замутим, как бы, встроенный туториал, который будет прилагаться, пройти игроку, который впервые, как бы, заходит. Там будут предложены азы. Ну, изучить азы, там, движение, режим обучалки, да. Как бы, вот это все, в принципе, это все будет. Такая, своя внутренняя библиотека, никуда лишнего ползать не надо будет. Ну, мы постараемся сделать все возможное, чтобы это было максимально все просто. И вот, Альмира, спрашиваю, видишь, да? Сейчас, режу, сейчас, секундочку. Я могу, что... Да, вторить судьбу, рефлекс рейс. Это хороший вопрос, потому что, в принципе, я надеюсь, что у нас будет что-то, что отличает эти вещи от, допустим, конкурентов, типа, там, Итирана, Рефлекс Рейс, Ворсова и так далее. То есть, поддержка комьюнити. Не просто поддержка комьюнити, поддержка комьюнити в том плане, что легкий доступ к деланию всяких разных вещей. Не просто, там, карт, там, допустим, или своих моделей, а многих вещей. Механик, скриптов и так далее. Но основная цель очень хорошая. Это возможность уронить входной порог. То есть, например, то, что мы можем сделать, к примеру, какую-нибудь сложность попроще, в которой будет автоджамп. Человек зажал кнопку пробел, да, например, или там правая кнопка мыши, что там, да? И вот у него, там, его персонаж прыгает. И ему не нужно, там, что-то точно подать. За это, допустим, будет более низкая эффективность прыжков, более низкая, там, скорость и так далее. Но это будет гораздо легче для новичков. Как простой пример того, что можно изменить, чтобы входной порог был значительно ниже. Если подобных вещей добавить, то, соответственно, постепенно, ценой скорости человеку придется отказываться от тех или иных каких-то помогаек. И это будет увеличивать его скил. Ну да, и улучшать результат, собственно. Да, улучшать результат. Что-то я хотел еще добавить. Немножко забыл. Ну да, то есть основная проблема пока что сейчас, это именно, как бы, сложность в том, чтобы качать, поставить, запустить, настроить вот это все. Следующий уровень сложности, это сложность, ну, кроме того, что сложность, естественно, там, набрать скилл, пройти и вообще, это сложность в том, чтобы что-то туда сделать. То есть, радиант, это очень такой инструмент достаточно неудобный. А тут у нас поддержка всех нормальных 3D-редакторов и, там, C-sharp, крипты, многие, многие, как бы, знают это дело, многие хорошо умеют на этом деле писать. Ну да, сейчас, вроде бы, его школьник может уже мутить там. Туториалов очень много, очень много вообще всей информации, то есть вопрос сейчас стоит именно в большей степени в самой физике. И, соответственно, опять же-таки, все желающие могут обращаться и, допустим, качать тестовые билды и ковыряться с этим совсем, совершенно спокойно. Я не хотел бы, чтобы это было. То есть проблема дефрага сейчас, в частности, в том, что не можем, допустим, достучаться до человека, чтобы взять исходники дефрага. Я не хочу, чтобы это было как-то приватизировано. Все, чтобы каждый мог скачать, допустим, закинуть что-то, сказать, о, чуваки, я тут вот сделал, смотрите, пушку, которая, например, там, классно стреляет, как мне нравится, как она там работает. Все такие, да, круто. Да, и потом это становится просто частью, как, допустим, там, тоже самое CampingGas сделал, вот эти полоски, да, которые помогают всем играть. Это было модом вначале, но сейчас это уже, типа, норма для всех, вот. Должна быть та же самая история, и это будет хорошо работать, если, соответственно, ну, будет активно участвовать комьюнити. Да. Так, будут ли официальные сервера D2.0, или только сервера от комьюнити? Ну, вначале, там, в любом случае, я думаю, сервера от комьюнити. Да, сделать можно разные варианты к этому поводу, как бы тут, опять же-таки, учитывая, что это open source, человек сможет сделать себе, там, как ему более удобно. Нужно будет единый какой-то стандарт почистить, там, физики, все остальное, что-то будет неизменным, ядро, скажем так, проекта. А все остальное, это уже вопрос исключительно того, там, как что, человек захотел, там, что-то свое поднять, с кем-то своими правилами, с кем-то своими модами, пожалуйста. Блендер? Городевская битва. Да, городевская битва, лутбоксы, вот это все, да. Лутбоксы, скины на рокет, там, вот это вот. С Блендером вопросов никаких нет, Юнити с Блендером очень хорошо дружат, и, как бы, Юнити, в принципе, понимает fbx нормально, там, все вещи, которые вы можете использовать в fbx, они, там, или ubg, например, да, они спокойно совершенно используются, это все не вопрос. А, ну и, скорее всего, мы это, ну, я надеюсь, что мы это в Steam все обустанем. Это было бы хорошо. Что это все будет официально, так как это будет, ну, лично наше детище, и я думаю, что проблем с добавлением игры в Steam быть, в принципе, не должно. Да, я могу коротко рассказать ситуацию, которая у нас произошла. Мы нашли человека, который очень хорошо перенес физику CPMA, если быть точным, в, собственно, в Юнити, и он, как бы, с нами сначала хотел там все это дело вместе делать, потом он отказался, потому что лицензии на эту физику не было ни у него, ни у тех людей, которые ему ее, собственно, предоставили. То есть, грубо говоря, в данном случае проект могли просто закрыть в любой момент, и, как вы понимаете, что если проект могут там прикрыть, например, да, придется там переписывать код физики достаточно сильно, и так как все любят все устоявшись, и, как бы, любят привыкнуть к тем или иным вещам, то есть вопрос-то и в том, что лучше делать сразу и как на то, чем кое-как, но часто. Ну да, если чел привыкнет к тому, что одну кнопку нажал и уже RG, например, не отпадет желание. Ну вот мы и про это говорили, то есть если будут использоваться такие помогалки, как, допустим, автоджам, как вот это там RG на одну кнопку, они будут менее эффективны, чем вы будете делать это сами руками. В этом смысл, как бы, этих помогалок. То есть для начала, допустим, для новичка сделать RG на одну кнопку гораздо проще, но высота, допустим, этого RG эффективность будет гораздо меньше, чем вы бы сделали это руками. Чтобы научиться это делать, чтобы появилось понятие, ну, понимание происходящего, этого будет достаточно. Если человек захочет сделать, улучшить свой какой-то результат, естественно, он эту помогалку уберет и будет стараться уже делать там, ну, двумя клавишами. Да, да, да. В этом смысл, как бы, чтобы... Потому что здесь, допустим, в дефраге у человека нет выбора. Он, как бы, либо делает, либо не делает. Да, только хардкор. Только хардкор, да. Нам надо, конечно, кто-то стоподать. В одной порог немножко, в другой. Да, это, конечно, круто, это очень уникально, что такое хардкор. Но мы, естественно, этот хардкор всецело постараемся как-то сохранить. Но в дефраге просто гейм нужно делать. Хардкор можно развивать в двух направлениях, вверх и вниз. То есть вниз, это, грубо говоря, ронять входную планку, это в хардкор, чтобы большее количество лидия могло, как бы, наслаждаться. А вверх, соответственно, увеличивать его сложности еще больше, чтобы, типа, еще больше было куда-то отрачиваться. В данном случае можно сделать это метал. Можно хоть какой-нибудь, не знаю, там, осу из него сделать, как какой-нибудь кусок уровня, в котором надо будет прокликать что-нибудь мышка этого быстро. Надо промашнить по кнопкам. Вот это все. Пожелание, пожалуйста, пожелание. Да, давай тогда геймурок пожелания и закончим на этом. Если что, все желающие, у кого появились, появятся, либо когда-нибудь вопросы, пишите в комментариях, мы, если что, обязательно ответим. Сделать ли карты отдельную папку в территории игры, например, млапс? Ну, как бы, само собой. Ну, да. Не-не-нет. Это у нас все будет по полочкам, я думаю. Как бы, мы, мы возьмем все лучшее и сделаем, ну, возьмем все лучшее, это лучшее оставим. Да. Возьмем все немножко недоработанное, какие-то вот недоработки, допустим, как в дефраге, да? Ну, вот геймурок говорит, что у нас в дефраге все в куче, там, заходишь в папу дефраг, и ничего не понятно. И мы вот это, допустим, момент исключим, потому что, ну, есть, мы обязательно подключим к проекту очень опытных игроков, у которых есть с годами уже нажитое какое-то мнение по этому всему, у кого будут какие-то идеи и так далее, и так далее. Ну, так или иначе, чем больше народу участвует, в общем, тем лучше. Да, так что, ну, любой может, сможет принять участие в развитии этого проекта, но я думаю, что мы примерно, там, после дуального турнира, уже после ДФВЦ, этим более плотно будем заниматься пока, наверное, только физикой, ну, созданием физики займемся. А дальше всякие красивенькие менюшки, вот это все. Да, там, лутбоксы, скин, скинные ружья прорисовывать, да, да. Ну, в общем-то, да, пожалуй, все, да, я поставил картиночку, да, да, музыку, да, и все, шрифт, спасибо тебе тогда. Ну, мы с тобой сейчас продолжим сейчас с тобой разговаривать, может быть, если хочешь. А запись я останавливаю. Пошел. Все, тогда все, пишите свои любые пожелания, вопросы, все, что придет вам в голову, пишите в комментариях, обязательно ответим. И всем спасибо, всем до встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok